Привет, народ! Вот и декабрь 2021 года, и этот год все-таки экшн-камерам принес новые модели, что-то сдвинулось, появилось разнообразие, потому что до этого было действительно копирование. В основном выходила GoPro, не самые удачные причем модели, последняя удачная была GoPro 4, дальше у них все как-то не очень получалось, но тем не менее, камера популярная, и другие производители просто ее копировали, и мы не видели ничего нового. В этом году нам сразу представилось несколько интересных моделей, которые я взял, это DJI Action, вторая версия Insta360 GO 2, сейчас вышла еще обновленная версия, и действительно сегодня мы можем выбирать, какого направления камера нам нужна. Сразу скажу вперед, все камеры хорошие, но камеру нужно выбирать именно под свои задачи. Если мы снимаем видео, и оно нам по каким-то причинам не нравится, картинка дергается, плохое качество, детализация и так далее, это не вопросы скорее к камере, это вопросы к тому, кто снимает, то есть к нам с вами. Это из-за недостатка опыта. Другое дело, что можно выбирать камеру под свои задачи, например, мои задачи, вот по-простому, я снимаю простые видео для себя, то есть у меня концепция такая, видео, съемка видео, а именно любительские, я занимаюсь только любительскими видео, у меня ни работы, ничего никак не связано, ни с видео, ни с камерой и так далее, я снимаю видео для себя, мне это просто нравится делать, это хобби. И при съемке видео это не должно приносить дискомфорта, то есть, когда вы берете камеру в путешествие, просто на отдых и занимаетесь съемкой, это не должно приносить заморочек со съемкой, с последующей обработкой и так далее, иначе это все становится неинтересно и вообще нет смысла этим заниматься. Поэтому лично для меня важно, как камера работает в автоматическом режиме, с минимальными прикрутасами, заморочками, что-то нужно там докупать, прикручивать, особенно в активном режиме. Сейчас мы до этого дойдем. Видео сегодня простое, разговорное будет, поэтому тестов я наделал и сейчас при поездке в Турцию, и вот пару дней на горе немножко в зимних условиях потестировали, конечно, удивили немножко GoPro и DJI, немножко не ожидал я, конечно, тех минусов, которые были в них выявлены. Вот, поэтому для меня важно именно съемка камеры в автоматическом режиме. При этом, если вы, к примеру, возьмете GoPro 10, у нее хорошая матрица, камера действительно классная, и я могу сказать, что она у меня в большинстве случаев сейчас стала основной камерой. И если вы умеете снимать, если вы разбираетесь в съемках, как правильно должен, где должен быть свет, где его нужно поставить, как на улице, в каком направлении снимать, как двигать камеры, в общем, все-все-все эти нюансы, разбирать высо, выдержки и так далее, то на эту камеру можно чуть ли не кино снимать. Поэтому все проблемы с видео лежат на том, кто их снимает, а не на камере. И каждая камера имеет свои плюсы и минусы. И с топового сегмента сегодня нет плохих камер. Итак, к чему мы пришли под конец года, что я могу рассказать, и какие я камеры оставляю себе и дальше буду эксплуатировать. У меня задач несколько для камер. Это съемка на мотоцикле, съемка на снегоходе, съемка на борде, я люблю кататься на борде, на маунтинборде, это на колесах сейчас, и в зимнем режиме проходит он у меня тест на шипованной резине с дополнительной гидроизоляцией и так далее. Это съемка в самолете, и это просто простые свои туристические съемки, когда мы фактически гуляем, ездим с камерой и так далее. Это вот такие основные мои задачи. Под эти я и подбираю необходимые мне камеры. Первое время я тестировал раньше стабилизаторы, они у меня лежат механические, потом я их отмел и забыл вообще, больше я их не использую, потому что что на отдыхе, что в активном режиме непрофессиональных видео, это капец какая заморочка. Вот с этой бандурой ходить, это очень неудобно. Приятно удивил в этом году смартфон iPhone 13 Pro Max с тремя новыми камерами. И он действительно стал для меня дополнительной камерой для подсъемок. Использовать смартфон в моем случае как основную камеру очень неудобно. Очень я с этим сталкивался много, пытался, но нет, как основную камеру нет неудобно. В самолете его не закрепишь, про мотоцикл там, скейтборд, я вообще молчу. Да, можно как бы, я на ходу бывает иногда, едешь, достанешь там, для сториз что-нибудь подснять, но после этого убрать. Во-первых, неудобно держать, в активном режиме это нет. Ну а там на лыжах кататься с смартфоном, я его вообще не беру на лыжах, потому что куда-то его положить, упасть, телефону, я думаю, будет. Хана придет, я начал учиться на сноуборде, 30 лет откатался на лыжах, вот решил теперь попробовать сноуборд все-таки освоить. Не просто мне дается, но потихонечку-потихонечку, думаю, освою. И вот в моих режимах, как бы мне все камеры, в принципе, устраивают. Основные претензии, которые были к камерам в подстоянии сегодня, то есть, скажу, какие камеры я у себя оставил и рассматриваю для съемки. Это GoPro 10, как основная, осталось Sony X3000, Sony IS300 я оставил, все-таки альтернативы в некоторых сегментах их нет. Сейчас расскажу, каких. GoPro 10, Sony IS300, DJI Action 2, это, так скажем, сейчас, наверное, будет моя основная дополнительная камера GoPro 10, а в некоторых случаях и как основная будет работать. Пока оставил GoPro 9, может быть, самолете, я думаю, мне понадобится как доп-камера, тем более, с пультом родным от GoPro они могут работать в паре, это прекрасно. И Insta360 GO 2, очень нишевая камера для определенных вещей, также для подсъемок, не как основная камера, но как компактная камера, которая всегда может где-то быть под рукой, она мне подходит. Думал я продать Insta360 и Packet 2 еще, но все-таки решил пока оставить. Ну и пока у меня остается Canon 250D, как стационарная камера, которую я снимаю в видео, вот такие простые. И потихонечку-потихонечку осваиваю фото. Более серьезная камера мне пока не нужна, но дальше присматриваюсь к следующей этапу, перейти на Canon R-серию, какую я пока не знаю, но это попозже, надо еще подучиться. Потому что 90% хорошего видео, а то и больше, зависит именно от того, насколько вы умеете снимать. И лишь там на маленькую долю от техники, на которую вы снимаете. Что могу сказать про эти камеры? Ну разделим, наверное, это теплые условия съемки и холодные. В тепле, то есть были мы в Анталии, температура была, ну, брать если вечер, день, от 15 до 25 градусов. Такая вот плюс-минус. И основные претензии сейчас GoPro 10, как актуальным камерам и DJI, это то, что они греются. Да, они греются, да все камеры сейчас греются. Доставляет ли это дискомфорт конкретно мне? Нет. Именно в моем сценарии съемки, подчеркну. У кого-то есть другие, там где снимаются огромными отрезками, там может быть проблема. Неважно, где я креплю камеру, она у меня не снимает в качестве поливалки. Единственное, где возможно это будет маленькой проблемкой, но я буду ее знать и принимать меры, это в самолете, когда камера расположена внутри самолета. То есть она ничем не обдувается. Если камера снаружи, она обдувается, с ней все хорошо. Внутри в кабине, вот это специфическое такое направление, когда стоит камера в кабине, она ничем не обдувается. Там могут быть проблемы, но я уже принял решение, я там буду просто использовать Sony AS300. Для камеры внутри кабины мне ее выше крыши будет достаточно. Везде, где камера расположена снаружи, проблем с перегревом нет, да, нагревается, да, если она перегревается, может вырубиться, но опять же, памяти здесь, сколько, 18 гигабайт свободной, настроенной, она у меня полностью записывала в 4К, да, нагревалась, но скорее заканчивалась память, чем камера перегревалась и отключалась. В основном же я снимаю недлинные отрезки, даже когда еду я на мотоцикле, я уже про это говорил, у меня камера, допустим, на шлеме стоит, я за дорогу сниму там минут 5 максимум, это этапами там по 30-20 секунд каких-то подсъемок дороги и потом их интегрирую в видео. Больше мне не надо, я не снимаю дорогу сплошняком, а потом сижу эти километры видео просматривая, чтобы оттуда вытерт. Но у меня таких, в принципе, проблем нет. В дальнейшем самолете я также планирую использовать две GoPro с пультом, то есть включил, какие-то кадры красивые записались, выключил, там Sony как поливалка работает в кабине самолета, пишет аудиодорожку с переговорами там и так далее, Sony пуфику, жара, холод, минус 30, плюс 30, она работает и все, и она старенькая, в ней датчиков, видимо, никаких нету, поэтому она просто работает. Вот, модульность в DJI Action 2 мне капец как понравилась. Мы с ней там побегали по теплу, то есть, приезжая на отдых, я тоже не хочу заморачиваться какими-то подключением внешних микрофонов, стабилизаторами, еще какими-то приблудами. Я просто, мы идем, гуляем, я хочу вот с собой взять что-то в карман, причем я с собой как, закидывал в машину вот этот блок, а камеру просто брал с собой в кармане, она ничего не весит в кармане, карман не оттягивает, ее вообще можно забыть, что она лежит в кармане. И мне, в принципе, аккумулятора камеры полностью хватало, и встроенной памяти, я даже флешку не использовал. Пару раз было, когда я садился в машину, смотрю как-то, ну там процентов 30, допустим, думал, маловато. Я блок подключу, и пока там к следующей локации едем, у меня камера подзаряжается. С перегревом в таком режиме я тоже проблем не испытывал. По форм-фактору, по концепции, по магнитным креплениям, просто капец как все это удобно. Почему я говорю, что это может стать у меня, точнее уже стало, основной дополнительной камерой, и в некоторых случаях вообще основной камерой. В общем, в этом плане все здорово. GoPro тоже все классно, с десяткой, правда не без проблем. В тепле, в принципе, проблем не было. То есть, когда, про автоматический режим мы сейчас говорим, в ручном режиме можно снять шикарное видео в любых условиях. Вот так вот сразу черту проведем. В автоматическом режиме с GoPro пока светло, хорошо, она дает классную картинку, классную детализацию. Причем, сама картинка в светлое время суток, в солнечную погоду на GoPro мне нравится больше, чем на DJI. Она более детализированная, поинтереснее цвета передается. Опять же, я снимал на GoPro в Турции. Ссылки на видео, кстати, оставлю внизу. То, что за последнее время я натестил в реальных условиях. Вот, я снимал в плоском профиле. Точнее, он не плоский сейчас называется, а естественные цвета. То есть, они передают так, как есть. Можно выбирать подкрашенные видео и можно выбирать вообще плоские, которые вообще идеально, я так понимаю, подходят к покраске. Здесь кому что нравится. Мне естественные цвета, в принципе, понравились. Ничего не перенасыщено, все красиво. Потом можно там где-то чего-то, если будет желание подкрасить. В этих видео я вообще ничего не красил. Но тут как бы люди обычно делятся на два лагеря. Когда снимаешь подкрашенные цвета, все ярко, красиво. В половине не нравится, какой кошмар, вырви глаз. Когда снимаешь в естественных цветах тоже, что-то какая-то тухлая картинка там и так далее, тоже не нравится. В этом плане, как я всегда говорю, самое главное, чтобы видео нравилось вам. Не важно, нравится она кому-то или нет. Но опять же, в моем случае, мне не важно, сколько человек посмотрят мои видео и сколько там будет лайков, дизлайков там и так далее. Самое главное, чтобы видео нравилось вам. Поэтому тоже в этом плане и нужно подбирать камеру. По качеству видео девятка-десятка примерно на одном уровне. Вот десятка, она вроде не сильно лучше, так скажем, девятки, да? Но в каждом вот моменте вот по чуть-чуть, на один шажок она получше. Но в целом, когда пользуешься камерой, это чувствуется, это гораздо приятнее. Поэтому, если вы сегодня выбираете GoPro, я советую все-таки либо добавить и взять десятку, либо там есть у вас там на GoPro 9 взять все-таки 10, взять в рассрочку эту часть и так далее. Это будет, мне кажется, проще, чем вы потом все равно там с девятки будете переходить на какую-то другую. То есть, если брать с ноля новую камеру, я все-таки советую обратить внимание сразу на десятку. Про Insta360 GO 2 тоже камера интересная, но качество видео у нее все-таки слабее по качеству, это надо понимать. Тоже, когда мы снимали, проблемы какие основные с ней у меня возникали. То, что камера маленькая, это как бы здорово, но чтобы ее вот так вот быстро использовать, ее все-таки нужно вешать на шнурок. Есть у меня шнурочек, если вы выбираете в карман, у нее очень такая нежная кнопочка спуска. И убираешь карман, при малейшем там очень легко она нажимается и начинает снимать. При этом высаживается вся батарейка, забивается память и все. Считайте, что у вас камеры с собой нет. Удалить можно при подключении к телефону, естественно. Это первый момент. Второй момент, все-таки у нее пониже качество видео. Видео по качеству хорошее, тогда, когда хорошее освещение, то есть яркая, солнечная погода. Ну и магнитное крепление здорово. В отличие от DJI оно не снизу, а сбоку. То есть можно камеру располагать перед собой, что мы много раз делали, но поверхность не должна быть подвижной. По крайней мере, если даже она подвижная, она не должна вибрировать. Иначе на видео это отражается очень сильно, качество видео падает. По звуку с камерой как бы все хорошо. Встроенной памяти 32 гигабайта, не помню сколько свободная. Но опять же скажу, мне этого хватает. То есть у меня в этот раз, в Турции один раз только закончилась внутренняя память, а я даже не подумал, что-то не взял с собой флешку, у меня флешка здесь не установлена. В основном по причине того, что вот сейчас вроде прошивка обновилась, вроде все стабильно работает, но на предыдущей прошивке карта памяти прям гнала. То есть я перепробовал все карты памяти, во всех остальных камерах они работают прекрасно. Начинаю снимать там через 2-3 минуты, ругается, вырубается. Были проблемы и при копировании на карту памяти, сейчас вроде устранили. Опять же, когда у вас с внутренней памяти перекидывается на карту информация, после перекидывания она с основной камеры автоматически удаляется. Вот это я считаю все-таки недостаток. Лучше бы вручную можно было удалять, потому что скопировал там карту памяти, проверил, все скопировалось, все хорошо, тогда удалил. Потому что если в ходе копирования произойдет какой-то сбой, то есть у вас скопируется все, но файлы не будут читаться с основной камеры, они будут уже удалены. Поэтому я ее использую в таком сценарии, что я пишу на внутреннюю память и потом, подключая шнуром microUSB от Samsung к MacBook, я перекидываю все напрямую. Перекидывается довольно быстро, то есть я не засекал на самом деле сколько, но обычно подключаю, отправил копировать, пошел там, налил кофе, пока какие-то мелкие дела делаешь, подготовился, так скажем, к просмотру материала, все уже скопируется, то есть не засекал, но со скоростью проблем я не испытывал. И ее видит MacBook как внешнюю камеру, так же как Insta360. MacBook видит как просто внешний жесткий диск. При этом GoPro не девятку, не десятку почему-то, у меня по крайней мере, Mac не видит как внешний жесткий диск, внешний накопитель. Вот это я не знаю почему. Иногда бы было, конечно, удобно взять камеру, быстро открыл, подсыпил, скопировал, убрал, но приходится пользоваться карт-ридером. Ну ладно, это такие как бы мелочи, которые просто нужно знать. По медиамоду, все-таки докупил я медиамод, причем это у меня уже второй, кто смотрел видео из Турции знает, я думаю, уже вещь полезная, но в моем случае полезная только для одного, это подключение внешнего микрофона. К сожалению, GoPro упорно не хочет делать компактный переходник для микрофона, или вообще встроить возможность подключения внешнего микрофона. И это, ну, конечно, огорчает. То есть, здесь, в принципе, вполне реально можно было вместо крышки, хоть дополнительную тоже крышку с отверстием для входа под микрофон, просто она бы менялась, допустим, вот сюда ставится, подключается, и все. У нас тут микрофон стоило бы оно, пусть там, не знаю, 300-500 долларов, кто бы его покупали, чем вот такая целая бандура, которая используется, в моем случае, только для микрофона. Потому что подключать там внешний монитор, заряжать ее через USB-C смысла нет. Приходится все равно, Mac у меня ее не видит, приходится доставать камеру, доставать флешку. И тут возникает вторая проблема. То есть, когда камера в медиамоде и подключена, например, к какому-нибудь креплению, то есть, из нее целая сложность ее достать оттуда. То есть, чтобы достать камеру из медиамода, нужно ее раскрутить от крепления. То есть, если бы медиамод крепился как-то отдельно, и можно было там, открыл, быстро камеру вставил, все, пошел, там медиамод снимать достался, под какие-то другие задачи. Так, к сожалению, не получится. Вот это родное крепление, кстати, от GoPro, магнитное, плюс прищепка, оказалось самой полезной, офигенной вещью в путешествии, да и вообще везде. Сейчас на лыжах катались. То есть, оно магнитное, можно его прилеплять там на любую поверхность. Крепится, держится обалденно. На машину, на капот прям ставил, камера никуда не влетает. На дворники его прищепкой крепил. Вот сейчас самое классное мне понравилось. На лыжах, когда катался, я его просто защелкивал так в карманы, она у меня здесь до надобности висела. То есть, когда надо, камеру снимал и под съемки. Но возникла другая проблема. Перейдем сразу к зиме. Я так вкратце просто рассказываю про опыт. Наснимал много, в принципе, в тех видео, которые я поснимал для себя, свои видео из путешествий. Там я параллельно много чего рассказываю про камеры. Так вот, холод оказался неожиданным для камер GoPro, в моем случае и DJI. С одной стороны, я десятку тестировал, и она холода не боялась. И, в принципе, здесь как бы есть нюанс. День первый, когда мы приехали, я взял с собой только GoPro. Причем так думаю, сейчас приедем, мы на сноуборде там учиться. Инструкторы взяли на 2 часа вдвоем. Оля у меня тоже учится на сноуборде. Уже как бы у нее хорошо получается, даже лучше, чем у меня. И думаю, возьму так, ага, медиамод, подключу микрофон. Буду с микрофона записывать. В общем, пока вот эта вот суета, надо уже бежать. И уже не до микрофонов, не до медиамодов. Просто схватил камеру и пошел. Но опять же отмечу, что сегодня программная ветрозащита, против которой я всегда выступал раньше, да и сейчас она мне, в принципе, не сильно нравится, но сейчас она спасает и работает гораздо лучше, чем раньше. Именно у GoPro, у DJI и у Insta360. То есть ей можно пользоваться. Конечно, в идеале использовать пушистую ветрозащиту, но если на Соньку ее можно просто впереди закрепить, здесь приходится ее лепить со всех сторон и уже не использовать камеру там в медиамоде. То есть неудобно. Но тем не менее, взял я с собой просто камеру и она у меня была сначала в кармане, там я ее достану, что-то сниму, выключу, потом на агроу поднялись, я ее опять достал, чуть-чуть поснимал и камера у меня работала не мерзну. То есть целый день я ей пользовался в таком режиме. Было причем холодно, минус 15, минус 18, и она у меня отработала, я потратил там весь этот период, часа за 4 нахождения на улице, процентов 20, наверное, от аккумулятора. Потом еще покатался на борде, тоже она у меня все отработала прекрасно. Я счастливый, на следующий день мы прям позавтракали все на гору, тем более температура была вообще минус 6 где-то, то есть потеплело прям, супер классно. Я беру GoPro, вообще ничего с собой не беру, опять не беру микрофона, неохота мне заморачиваться и так далее. И решил протестировать магнитное крепление, оно там снаружи крепится под костюм, на камеру здесь такая тоже приблуда примерно такая, и она на магнит сюда крепится. Ну, короче, прицепил камеру сюда сразу, на подъемнике там 20 минут, пока ехали. Там что-то поснимал еще, там все нормально было, но фишка в том, что камера за этот период начала охлаждаться. И когда мы поднялись на гору, пока там застегнули сноуборды, пока все, камера у меня до сих пор здесь была, я начинаю снимать, она у меня 10 секунд пишет, холодно и вырубается. Странно, я думаю, включаю опять еще 10 секунд, там 7 секунд даже, холодно вырубается. И так вот несколько я коротких отрезков по 7-10 секунд снял, и камера все вообще выключила, сказал, все, капец, мне холодно. То есть от ветра она переохладилась. Соответственно, если вы используете ее зимой, то лучше ее держать в кармане, лучше вообще не выключать, взять с собой несколько аккумуляторов, пусть она постоянно работает, то есть не уводить ее в отключение, чтобы постоянно грелась. Достали из кармана, сняли. Если вы ее уже достали и куда-то поставили, на шлем, допустим, в следующий раз попробую, то также ее включили и вообще не выключать. То есть если камера в выключенном состоянии, была на холоде, особенно пообдувалась ветром, сильно замерзла, все, она категорически не хочет работать. GoPro выпустили новый аккумулятор Enduro для зимы специально. Вещь, конечно, классная, но у нас она пока не продается вообще нигде. И те, кто продают торгую техникой GoPro, тоже не знают, когда она появится. Я бы с удовольствием аккумулятор купил, протестировал, но тут GoPro, конечно, странно поступило. Логично было этот аксессуар выкатить перед зимой, чтобы люди им затарились. Но опять же, это у нас как бы в России, возможно, нет. Для GoPro рынка России вообще нет. GoPro официально не представлено в России, не продается. У нас есть экспортер, который официально привозит просто эти камеры и продает территорию России. Но официального представительства и вообще рынка, для GoPro рынка России нет. Поэтому тут не GoPro, наверное, претензия, почему у нас нет аккумуляторов. За границей они есть. Я заходил, 25 долларов, по-моему, они стоят. То есть там можно купить, протестить. Ну, будем пока смотреть. У нас, я думаю, к лету появятся. Это ладно. Вот такой нюанс, как бы надо иметь. При этом картинка у GoPro классная. И стоит отметить, что в недостаточном освещении стабилизатор на минимальной мощности стал работать, конечно, лучше. Там, где совсем темно, и есть свет, выдержка завышается, конечно, немножечко проблема. При этом я тестировал, то есть я ставил ISO 400-800, выдержку ставил 1 сотая, 25 кадров, 4К, с резкостью можно подкорректировать. И вечерние ночные кадры получаются прекрасные. То есть я себе настроил пресет для ночных съемок и в этом плане для личных видео у меня все хорошо. DJI-ка. Сходили мы там, переоделись немножко. Я со сноуборда встал на лыжи, чтобы помочь Оле учиться на сноуборде. Потому что пока на сноуборде на горе от меня помощи никакой толку. Сам еле стою на нем. Ну и я заодно оставил GoPro и взял DJI-ку с собой. DJI-ка в плане удобство съемки, а большую часть видео я снимаю с рук, когда катаюсь на лыжах, на сноуборде, неважно где. Самое удобное это съемка с рук палками. Я на лыжах тоже не пользуюсь. Вот в это прям вообще как удобно было. То есть я ее цеплял на не штативчик, а на небольшую ручку. То есть на магнитное крепление вот это быстро. Где-то он у меня в рюкзачке. Это было реально очень удобно. То есть камера в плане удобства меня прям радует все больше и больше. Так же как и в Турции. Что-то снимали, какие-то подсъемочки сделать, быстро ее к машине прикрепить, просто на какую-то металлическую поверхность. Короче, удобная камера. И порадовала кнопка. В горнолыжных перчатках они толстые. И вот с GoPro-хой допустим такая сложность есть. Ты практически не чувствуешь нажатия на кнопку. И тоже надо как бы умудриться на нее нажать. очень много ложных срабатываний. Нажимаешь, а камера не включается, не нажимается. Еще сложнее с боковой кнопкой. То есть в горнолыжных перчатках ей не очень удобно в этом пользоваться. Тут надо либо пульт, либо даже не знаю, что пока. А у GoPro-хи кнопочка немножко другая. Вот она тактильно понятная. То есть через перчатки я четко понимаю. Нажал, не нажал, включилась камера, не включилась, начала ли записывать. У GoPro-хи этого минуса нет. Первый раз мы съехали, как бы все было нормально, но потом камера тоже охладилась и начала выдавать сообщения о том, что я уже не помню такое красное, такое яркое все понятное, о том, что холодно, камера записывать будет, но дисплей будет выключаться. И у вас дисплей работает только тогда, когда камера не записывает. То есть вы ее включили, допустим, ага, вот сейчас я буду это снимать. Нажимаете на запись, на несколько секунд появляется вот это уведомление о том, что на улице слишком холодно, дисплей будет отключен. После этого камера начинает записывать, мигает красный огонек, но дисплей гаснет. Выключаете запись, запись прекращается, дисплей включается. Ну, для чего-то, видимо, это сделано. Для меня это особой проблемы нет, потому что когда я снимаю, я уже привык, я в дисплей практически не смотрю. Причем, что интересно, отключался только дисплей на камере, если я подключил модуль, вот этот дисплей не отключался. Но вот так, к сожалению, нельзя сделать. Наоборот, то есть магнит не магнитится, только вперед, по-другому никак. Ну, такая как бы деталь, которую просто надо знать. По качеству видео мне и GoPro, и DJI на горе понравились. DJI, когда я снимал уже первый день, ближе к вечеру, она там много видео увела, прям в синеву, больше, чем Сонька. С горных лыж я видео немножко по цветокоррекции поправлял. Ну, тоже все это в два клика меня корректирует, с этим проблем нет. Инсту я на лыжах не протестировал, протестирую, наверное, в ближайшие дни. Катаемся мы только по будням. А у DJI Pack это у меня, что в Турцию съездило, вторая, что везде, как бы давно я ей не пользовался, потому что для подсъемок мне сейчас идеально подходит iPhone 13 Pro Max. Он действительно дает классную картинку, я его потестил в Турции, и действительно камеры сейчас стали прям интересные. Единственный вопрос по звуку. Звук здесь довольно хороший, это я больше 30 минут уже рассказываю, аппарат у меня просто отключилась запись. По звуку, здесь, если вы снимаете на основную камеру, она пишет нормально звук, но если вы переключаетесь, допустим, на телевик, то он работает примерно как микрофон-пушка, то есть он приглушает и берет звук издалека, и приходится, если вы комментируете в этот момент на камеру что-то, этот звук, конечно, усиливать, то есть разных камер звук пишется по-разному. В принципе, этот вопрос решается может быть петличкой, но тоже вот в активном режиме, в поездках настолько не хочется пользоваться всеми этими заморочками, то есть видео должно приносить, съемка видео должно приносить удовольствие, вам должно но это нравится если будет слишком много заморочек, скорее всего, скажем, ну это все нафиг, вот поэтому и тестируем автоматические режимы, в общем, камеры на сегодня, на сегодня достойные камеры к рассмотрению, я считаю, это в первую очередь GoPro 10, Сонька, как бы все, она уже не продается, я вот сегодня искал, хотел все-таки, думал, прикупить себе X3000 новенькую, чтобы была, но уже не нашел, то, что, допустим, в ближайшее время на лыжах я поеду, я все-таки назад буду крепить на шлем Sony IS300 и эта камера у меня будет для подсъемок от первого лица и для записи звука, то есть я буду настроен микрофон писать, все-таки звук взять качественный по-другому никак, подключать во время катания петлички микрофон, неважно проводные беспроводные медиамоды это все-таки неудобно, то есть Sony IS300 остается в строю. Ну вот GoPro 10, DJI Action 2 и iPhone 13 13-шка молодец, прошка, вот такой бы вот трио я бы такой, это основное, которое будет у меня использоваться. Как доп-камера это Insta360 и Packet 2 не знаю, может быть Packet я даже и продам, потому что практически ей не пользуюсь. Протестировал я Mediamod и беспроводной микрофон с волнами вот это видео с Турцией, как раз когда там был прям сильный шторм. И что это получилось? Вот поэтому я докупил почему второй Mediamod. У меня вода все-таки в него попала соленая, он у меня там еще перья стал работать. Потом, кстати, заработал. Сейчас я буду отдавать, чистить надо, в отверстиях видно соль и так далее. На Road 2 накрылся переходник, точнее транслятор, который был на камере. Там один раз, когда прям сильно меня волной залило, сам микрофон работает, передатчик поднакрылся. То есть, если у вас камера, если вы хотите записывать качественный звук на GoPro, а это возможно только без крышки и подключения Mediamod либо переходника, вы теряете влагозащиту. Я это протестирую. Большую часть, если бы последний раз волной не накрыл, даже бы все про каналы было бы все хорошо. Но в этом плане да, как бы проблема есть, но я понял, что просто у меня всегда будет с собой два Mediamod то есть запасной Mediamod с собой и там два каких-то беспроводных микрофона. Скорее всего от Rode и от DJI. То есть дублирующие системы должны быть. Но встроенный звук вполне достойный. То есть в этом случае, как показала практика, достаточно было бы снимать просто на встроенный микрофон и все бы было хорошо. Но для этого тесты и проводим. Вот такое простое видео просто рассказал про камеры. В принципе во всех видео, которые за эти дни поснимал, там все есть и все понятно. В целом камеры мне все нравятся. И я понял, что чтобы видео стали лучше, нужно просто учиться пользоваться камерами, настройками, понимать в этом процессе, если это хобби, конечно, обычно не быстрый, но если хотите, ваши видео были лучше, учитесь снимать видео и пользоваться ручными настройками. Проблем в камерах сегодня нет, все камеры сегодня снимают прекрасно. Всем удачи, всем пока.